По возможности включайте камеры, пожалуйста, чтобы я могла вас видеть. Будем сейчас с вами знакомиться. Доброе утро! Скажите, пожалуйста, меня хорошо видно, хорошо слышно? И кто из группы говорит по-русски? Да, доброе утро, я вас слышу и вижу. Так, доброе утро! Вы откуда, скажите, пожалуйста? Я из Латвии, Риги. Латвия, Рига. Угу. Хорошо. Девочки, подключайтесь, сейчас будем с вами знакомиться, чтобы я понимала, как кто хорошо меня понимает. Меня зовут Евгения Крылова. Что рассказать? Давайте немного, да, я себе расскажу. Я мама двоих детей, мне 40 лет. Я... мне два образования. Первое образование я врач. Второе образование я магистр психологии. И я сотрудничаю уже очень много лет с компанией Джерелия. Я являюсь спикером, являюсь, провожу марафоны в компании Джерелия. Так, если моя должность, это амбассадор компании Джерелия по БАДам. И мы очень давно с компанией Джерелия проводим все возможные марафоны, марафоны по питанию, марафоны по целям. И чем отличаются вообще, я хотела вам сегодня рассказать БАДы, наши Джерелия от других БАДов. Потому что я на данный момент живу, проживаю в Германии. И я успела за это время сравнить, изучить рынок. И сегодня вам расскажу отличия. Но давайте для начала мы с вами познакомимся. И кто говорит по-русски, представьтесь, пожалуйста. Девочки, больше никто не говорит по-русски? А из каких страх? Да, правдите. Большинство говорит, но они стесняются, наверное. Стесняются, да? Но хорошо, если стесняются. Я говорю по-русски. Ой, так, хорошо. А вы откуда, скажите, пожалуйста? Я с Латвии, с Елгавы. Супер, девочки. В Латвии все, да, говорят по-русски? Круто. Ну, не все говорят по-русски. Многие понимают, не говорят. Но понимают, это уже хорошо. Так, хорошо, кто ещё? Чтобы я понимала... Так, я просто не понимаю, кто говорит на других языках и насколько будет понятно меня. Марина, понимаю по-русски. Так, супер, Марина, здравствуйте. Латвия. Ой, столько много девочек из Латвии. Класс. Так. Хорошо. Так, говорю по-русски, Ирина. Ну, я надеюсь, что у нас с вами будет уже когда-то вебинары и встречи. И вы включите камеры. Привет, я из Венгрии. Привет. Так, если пишем по-русски, значит, наверное, понимаем, да? Так, хорошо. И может, тогда вы все включите камеры, и мы будем с вами общаться и будем с вами говорить. Давайте. У нас сегодня с вами такая неформальная встреча. Так, я не в костюме, я не в платье, даже с хвостиком, поэтому... Смотрите. Компания Джереля. Так, я не могу включить звук, у меня мало... Ага, хорошо, хорошо. Вы, главное, напишите, чтобы я понимала. Потому что мне сказали, что очень много людей, и часть людей говорит на русском языке, и часть не говорит. И я просто не знала, как общаться, на каком языке. Так, хорошо. Хорошо. Ну, вы, наверное, все знаете, что Джереля – это украинский бренд. И у нас есть, кроме бытовой химии, кроме косметики, кроме детских косметических средств, у нас есть еще и БАДы. БАДы, и они же витамины. Первое, что я хочу сказать, что мы с вами должны понимать и не путать, что БАДы и витамины – это биологически активные вещества. И мы их не путаем с лекарственными средствами. И сейчас, Катя, это для тебя будет. Боже, ты представляешь, я уже говорю по-русски, и настолько я отвыкла говорить по-русски и вести вебинары, что я с украинского языка сейчас перевожу на русский язык. Для меня это нонсенс просто. Круто. И они могут, когда мы с вами полностью выучим и будем ориентироваться в нашей продукции, и у нас даже планируется курс по витаминам и биологически активным веществам, как он называл, это сам себе нутрициолог и диетолог. И когда мы будем полностью ориентироваться, мы можем рекомендовать нашим клиентам, партнерам биологически активные БАДы и витамины. Потому что назначают и выписывают по рецептам это только врачи. Биологически активные БАДы может назначать и может рекомендовать консультант. Это очень важно понимать, потому что очень многие люди думают, что биологически активные добавки и витамины назначают только врачи. Нет, биологически активные добавки и БАДы выписываются без рецепта. Их могут рекомендовать консультанты после того, как они разбираются полностью в витаминах и в БАДах. Чем наши джерелинные БАДы и витамины отличаются от других витаминов и БАДов? Тем, что, во-первых, они имеют сертификаты в якости, качества, а во-вторых, все наши БАДы, все витаминные добавки, они имеют полностью 100% натуральный состав. Еще раз я хочу подчеркнуть, что они имеют полностью 100% натуральный состав. Поэтому детские витамины у нас можно пить деткам, взрослые витамины пьют как мужчины, так и женщины. Я вам скажу, что за многолетнюю практику моей работы и сотрудничества с компанией джереля, но было практически, наверное, один-два случаи, когда была аллергическая реакция, но это у человека была аллергия, например, на омегу. Почему? Потому что у человека вообще непереносимость идет к омеге, и у него такая индивидуальность. В остальных случаях не встречалась ни аллергическая реакция, ни побочных действий. Почему? Еще раз, потому что все витамины у нас имеют 100% натуральный состав. Что я не могу сказать про те витамины, которые продаются, допустим, в Германии, которые я изучала в масс-маркетах, которые в ДЭМе продаются и в остальных магазинах. Потому что я пока ждала посылку. На спирулину, да, бывает, есть. Но это еще раз говорю, это идет о непереносимость человека. Это его такая аллергическая реакция. Но у меня на джерелину и спирулину ни у кого не встречалась аллергическая реакция. Но может быть, почему? Потому что у человека может быть аллергическая реакция. Это тоже нужно понимать. Я пока ждала посылку с Украины. Мне нужно было пропить магний. И я купила здесь просто в аптеке магний. И даже то, что пишут составами, это не всегда соответствует. И мне настолько плохо было после магния, что я просто поняла, что это нет соответствия или аллергическая реакция, или идет несоответствие. Да, вроде бы на такой компонент, как магний, который очень легкий в производстве. И на него совершенно не должно быть никаких побочных эффектов. Но тем не менее. Поэтому все сертификаты качества и то, что у нас натуральный продукт, я расскажу все. То, что у нас 100% натуральный продукт, это действительно так. У нас с вами будет мастер-класс. У нас с вами будет вебинар. Потому что у нас сегодня просто с вами такое утреннее знакомство с кофе, с чаем. И я хочу рассказать о программе, которая вас заинтересовала и которую мы уже не один раз запускаем в Украине. А у нас будет с вами отдельная встреча, где мы будем говорить обзор полностью по всем витаминам и БАДам. Какой формы у нас магний, какой формы у нас витамин Д3, полностью с чем сочетается, с чем не сочетается. И как нужно какой витамин БАД принимать. То есть у нас будет полностью с вами отдельно. Дальше. Все дозировки в наших и витаминах и БАДах, они соответствуют последним исследованиям и последним рекомендациям, которые даны по употреблению витаминов и употреблению БАДов. И когда мы будем проходить с вами обучение, я вам буду рассказывать обязательно и буду показывать, почему, допустим, витамин Д, профилактическая доза, это 1000-2000 единиц. Больше 2000 единиц, это уже идет лечебная доза. И у меня, я вижу, вот ко мне приходит очень много клиентов, и когда назначают там 4000 единиц, 5000 единиц, когда это можно назначать. Еще раз, БАДы и витамины – это профилактика. Мы занимаемся профилактикой. А уже лечебная коррекция витаминами и добавками, ее уже назначают врачи согласно сдаче анализов, которые есть. И только потом, когда нам человек показывает, что ему витамина, допустим, Д назначили 5000 единиц, и мы тогда говорим, окей, хорошо, тогда ты у нас можешь брать две с половиной капсулы, две капсулы и выпивать, понимаете. Но мы занимаемся с вами только профилактикой. И так как у нас есть очень большой ассортимент витаминов и комплексов витаминных, да, мы очень давно проводим марафоны снижения веса, потому что снижение веса – это такой очень комплексный, комбинированный подход, и он не основывается только на питании. Я думаю, что вы все меня прекрасно понимаете, и хотя бы один раз в жизни, но каждая женщина пробовала диету, но я против диет, я против ограничений, поэтому мы с компанией Джерелли подобрали комплекс витамин, который будет способствовать и помогать при снижении веса. Кроме того, что в программе есть моя мотивация, что я даю, это моя авторская программа, я в диетологии уже больше 14 лет, и 9,5 лет я была просто как врач-диетолог, который назначал питание и питание, коррекция питания, и кому-то помогала, кому-то не помогала. И тогда я задалась вопросом, почему не всем людям помогает питание, почему люди срываются и не достигают своей цели. И после того, как я начала искать ответы, я пошла, отучилась на коуча, пошла, поступила на психологию, и мы создали такой же Джерелли комплексный подход, где есть и питание, где есть и спорт. Ну, знаете, спорт, когда в удовольствии, а не когда ты думаешь, боже, я же настолько ленивая, мне так не хочется заниматься. Где есть приглашенные спикеры-врачи, это, допустим, врач-гинеколог, который объясняет, почему с возрастом, когда начинается преклимактерический период, климактерический, да, уже сам климакс и коста, почему тяжелее сбросить вес, но все это возможно. Как гормоны влияют на наш вес? Иногда я не все марафоны приглашаю эндокринолога, который рассказывает по поводу гормонов. У нас в программе есть бьюти-эксперт, который показывает и рассказывает, насколько важно при снижении веса параллельно ухаживать за своей кожей и не забывать про то, что кожа и лица все не ограничивается. Есть еще дальше наше тело, есть еще наша кожа. И мы обязательно проходим психологические аспекты набора веса, мы ищем причины. Почему? Потому что это чаще всего возникает на фоне долго играющего, эмоционального, деструктивного отношения с негативными эмоциями. Это как обида, это страхи, это вина. И когда еда выступает у нас единственным любовью, другом, антидепрессантом, спасателем, да, когда мы понимаем, что у нас плохое настроение, мы идем и что-то кушаем, едим, да, кушают маленькие дети, едим что-то сладкое или не сладкое, или съедаем пол холодильника. И у нас как раз в пакете, мало того, что мы разбираемся с этими аспектами, с психологической точки, плюс у нас еще есть коррекция питания. Еще у нас есть в нашем пакете, который в этой программе, мы создали один пакет, и максимально его подстроили и адаптировали под программу и под запросы клиентов. У нас есть такой комплекс, как реглюцел, который помогает снизить аппетит, потому что центр голода и центр насыщения у нас находится в нашем головном мозге. И наша голова напрямую связана с нашим кишечником, и нельзя отсоединять и разъединять тело от нашего мозга. Поэтому мы еще раз подчеркну, чем индивидуальность программы, чем программа не похожа на другие программы, потому что у нас идет комплексный подход. И есть такой у нас ват, как реглюцел, как раз который помогает снизить аппетит и пиколинат хрома, который входит в состав. Он как раз работает над снижением потребностей в сладком, потому что сладкая является как заместительная терапия для получения таких эмоций, как любовь, как надежность, как дружба. Почему? Потому что еще это тянется все с детских времен, и все слады родом из детства. Поэтому как раз мы прорабатываем. Если у человека есть лишний вес, и лишний вес, он не набирается, не появляется на теле за один день, за два дня, говорит о том, что тело человека может находиться в окислительном, воспалительном стрессе. И плохое самочувствие, апатия, раздражительность, нарушение сна, проблемы с кожей, даже тусклый цвет кожи может свидетельствовать о том, что есть окислительный стресс. Это не страшно, это поправляется при помощи витаминов, и как раз у нас в комплексе есть омега-3, 1000 миллиграмм, одну капсулу запиваем в день во время еды, и как раз-таки главная функция омеги это снять воспалительный процесс в нашем организме. Вот почему я рекомендую, одна из причин, да, омегу пить на регулярном уровне. Давай деткам, начиная от 3 лет, и взрослым, пить постоянно, не делая никаких перерывов. То есть омега это как раз-таки тот бат, который мы с вами должны пить постоянно, потому что стресс, нарушение гормонального дисбаланса в организме, алкоголь, сигареты, неправильное питание, некачественное питание, все это ведет к воспалительным процессам, окислительно-воспалительным, и нарушение кислотно-щелочного баланса в нашем организме. Плюс еще прием препаратов каких-то медикаментозных, гормонов, стероидов, антибиотиков, да, это все ведет к дисбалансу в нашем организме. И как раз омега, кроме того, что она показана при сердечно-сосудистых заболеваниях и профилактике сердечно-сосудистых заболеваниях, при нарушении памяти. Кстати, после ковида очень у многих, я думаю, кто болел, я болела два раза, и я после второго раза уже просто начала переживать, потому что очень много у меня вебинаров, прямых эфиров, консультаций и обучений, а я, девочки, я просто, у меня было такое ощущение, что я ничего не помню, у меня настолько была кратковременная память, и действительно, исследования показали, да, после постковидный синдром, что идет нарушение памяти, нарушение когнитивных и как раз-таки омега, она очень хорошо помогает при восстановлении, у меня также, да, вы меня понимаете, да, восстановление, поэтому обязательно омегу-3 мы принимаем постоянно и даем нашим деткам, потому что наше поколение детей отличается тем, что у них у многих не долгосрочная память, а короткосрочная, они выучили, и все, и на следующий день я говорю, Макар, расскажи, ты старший сын, у меня двое детей, там 10, второго, мы у 5, я говорю, Макар, расскажи, пожалуйста, мне что-то там учили, на меня ты и ты смотришь, ну, то есть выучили, забыли и ничего не надо, и как раз омега-3 помогает в учебных процессах, в запоминании, у кого, кто находится в состоянии стресса, как раз-таки также омега, Дальше, в пакете у нас есть хипозан, это натуральный сорбент, который выводит, как губка, из нашего организма, мышцы, не люблю я говорить токсические вещества, я всегда никто не видел на самом деле, токсины, поэтому он выводит продукты распада, которые у нас образуются, за счет этого выводится лишняя застойная жидкость у нас из организма, потому что первое, за счет чего мы начинаем снижать вес, это за счет выведения лишней застойной жидкости у нас в организме, и многие боятся эти влоги, потому что отеки, я вам скажу, если отеки не связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, если отеки не связаны с заболеваниями почек, отеки очень хорошо корректируются, и прорабатывается такая эмоция, как обида, и отеки очень хорошо выводятся из нашего тела, вот это лишняя застойная жидкость, и многие, кто боятся целлюлита, этого нашумевшегося на плане, это тоже целлюлит, это когда в нашем воспаляется ткань, и в межлеточном предприятии собирается лишняя застойная жидкость, это неправильное питание, это недостаток водного режима, это нарушение едины сна, и это могут быть гормональные, конечно, нарушения, которые также приводят к застою и к воспалению подкожно-жировой клетчатки, и как раз у нас есть хитозан, который мы принимаем с утра, принимаем за 40 минут до еды, и в течение 2-3 часов после мы не принимаем никакие витамины и добавки, почему, потому что он в нашем организме как гелеобразное содержимое и все выводит из нашего организма, это способствует выведению лишней застойной жидкости из организма и способствует снижению веса, потому что я про снижение веса говорю как в не просто снижение веса, для того, чтобы увесить там 55-60 килограмм или 70 прежде всего, когда мы находимся в своем комфортном весе, мы говорим про здоровье, потому что как раз таки здоровье формирует 4 основные сферы жизни человека, мы тоже будем с вами об этом говорить в программе, и когда 4 сферы они в гармонии, они в балансе и человек здоров, тогда есть энергия, тогда хочется, я своим девчонкам говорю, творите вытворясь, тогда хочется работать, идти по карьерной лестнице, тогда хватает ресурса, чтобы быть хорошей мамой, а не кричащей, да, потому что давайте не лукавить, но бывают такие моменты, когда мы можем и срываться на детях, когда можем и накричать на детях, а все это из-за чего, когда идут, потому что баловаться для детей это нормально согласно их возрасту, но это наша с вами реакция, поэтому в программе мы выравниваем, мы ищем ту гармонию, ресурс и баланс, чтобы развиваться как дома, как мама, как жена, на работе, да, и подниматься по карьерной лестнице, в отношениях себя, своего развития и фантазии будущего, потому что без фантазии и без будущего тоже становится все у нас тусклым, тусклым красочком. Дальше, то есть мы с вами поговорили, что у нас в наборе, как наши помощники, у нас есть хитозан, у нас есть омега, у нас есть реглюцел, напоминаю, реглюцел, это вообще великолепный, у кого есть великолепный бат, у кого есть зависимость от сладкого, ну и мы же все понимаем, что сладкое не так уж плохо, но плохо, в каких количествах мы его едим, какого качества и как часто, и я очень рекомендую, прям, закажите реглюцел, не дожидаясь программы снижения веса, когда она будет уже в Европе, то есть омега и реглюцел, у кого есть лишний вес, я не буду за реглюцел и пристрастие к сладкому. И дальше у нас есть новый, не так давно выше комплекс детокс-слим, мы его разрабатывали, ждали, потому что это комплекс натуральных как раз ингредиентов и добавок, которые работают как нитла для нашего кишечника, потому что, девочки мои дорогие, как здоровье, молодость, наше настроение и даже серотонин и гормон счастья, 70% его вырабатывается в кишечнике. Почему? Потому что, сейчас даже вам покажу, наш головной мозг напрямую, вот, я не художник, видно, не видно, не видно, да? Окей, тогда буду рассказывать. Наш головной мозг напрямую связан с нашим кишечником через блуждающий нерв. Блуждающий нерв это такой самый-самый длинный нерв в нашем теле. Так вот, импульсы от головного мозга до кишечника и от кишечника до головного мозга, они движутся по вот такой магистрали, туда-сюда, 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 и все процессы, хотим, чтобы мы были здоровыми, начни, обрати внимание на свой кишечник, только потом на все остальное, то есть, здоровый кишечник, здоровый организм, здоровый кишечник, молодой организм, молодость наша, это обязательно плохое настроение, начни обратить внимание на свой кишечник, это такой орган, микробиом, в котором начинаются все-все процессы, как о здоровье, так и до смерти, девчонки, поэтому за нашим кишечником обязательно нужно смотреть, холить или леять, потому что это наш второй иммунный орган, это наш второй даже мозг можно взять, и еще раз говорю, микробиом, на одну клеточку микробиома содержится 10 микроорганизмов, как патогенных, так и нормогенных, и в зависимости от того, какое у вас было питание, а питание это стиль жизни, мы особенно выбираем, никто нам же ложку, кроме наших детей, когда мы их кормим, не кладет в рот, мы особенно выбираем это питание, и в программе мы с вами будем работать над философией и изменением стиля пищевого поведения, и только через осознанный подход, когда мы понимаем, я хочу быть стройной, молодой, привлекательной, обаятельной, сексапильной, манкой, манящей, здоровой, энергичной, и в ресурсе, что для этого необходимо каждый раз есть, только через осознанный подход, а не через клетку подключен, где нет, вот это четко нельзя, это нельзя, это нельзя, и мы ходим на макера, клетки, ели это, и тут нам запрещают, запреты и диеты, а не только в медицинских учреждениях, когда есть коррекция питания по тому или иному заболеванию, а мы с вами учимся менять, изменять пищевой стиль своего поведения, мы есть то, что мы едим, и это очень хорошо работает, так вот, детокслим, он как раз работает над тем, чтобы нормализовать работу нашего микробиома кишечника, и он как метелочка, как метелочка убирает весь мусор, потому что наш организм можно сравнить с мусорным ведром, представьте, вот мусорное ведро, которое есть у вас дома, и вы туда складываете все отходы после еды, и если мусорное ведро мы не будем выносить день, но ничего страшного, то два, уже три, вы начинаете уже чувствовать запах, аромат и подобное, что будет дальше, будет гниение, будет брожение, и развитие всякой патогенной флоры у нас в нашем мусорном ведре, то же самое происходит с нашим организмом, и когда говорят, Жень, неприятный запах из-за спавра, неприятное потоотделение, вот от человека просто неприятно, пахнет из-за того, что он не соблюдает гигиену, да, свою личную гигиену, нет, человек может соблюдать, это говорит о том, что пришло время мусорное ведро уже выбросить, да, и нормализовать стиль своего пищевого, стиль своего пищевого поведения, и перестроить свои мысли немножко, потому что это очень-очень важно, от мотива и мотивации очень много зависит, а не просто хотеть, так вот, детокс, лин, он полностью очищает, мы полностью это, так сказала, да, не полностью, частично очищает, за 21 день плюс один день в подарок невозможно полностью на 100% наладить все то, что мы 40-30-50 лет на еда, но частично и большую часть да, получается, и он нормализует симбиоз между патогенами и нормогенными бактериями, потому что и те нам нужны, и те нам только патогенные не должны превалировать. И за счет того, что человек, видите, всего лишь 4 витаминные добавки, и только за счет того, что человек нормализует свой режим дня, понимание, что он должен делать для того, чтобы быть здоровым, а под словом здоровье еще дальше открываться счастливым, уверенным, успешным, любимым. Мы будем делать колесо, я называю это мангл, жизненного баланса человека, и там четко видно, для чего человек это хочет делать, потому что чем мысль, мечты отличаются от цели, что мечтать мы можем просто лежать и мечтать и ничего не делать, просто прокрастинировать. цель это конкретные действия, так вот у нас к программе будут конкретные действия, конкретный план, благодаря которому через месяц вы увидите результат, благодаря комплексному подходу, благодаря питанию, благодаря нашим таким просто помощникам, я называю это волшебной палочкой, нашим бадам, благодаря психологическим подходом, и так как я являюсь и состою в ассоциации гипнотерапевтов, я гипнотерапевт, я регрессолог, я провожу медитации, они будут в программе, гипнотерапию, благодаря которой, благодаря внушениям, которые там есть, легче достигать желаемого результата и прорабатывать, и находить ту задачу, над которой нужно работать, то есть, есть у нас питание, есть психология, есть у нас бады, есть у нас чат поддержки и мотивация, есть у нас результаты других участников, которые также мотивируют, потому что я всегда говорю, если хотя бы один человек в мире сделал то, что хочешь сделать ты, у тебя обязательно это получится, просто начни действовать по-другому, и благодаря этому подходу и этому комплексу, плюс моему многолетнему опыту работы, что я знаю, что работает, а что не работает, в конце мы имеем прекрасный результат, и эта программа снизения веса является прекрасным инструментом для построения бизнеса, для расширения бизнеса, и для поднятия себя в другом статусе, потому что мы же женщины, мы всегда хотим, желаем быть еще лучше, еще здоровее, еще красивее, это та тема, которая всегда была, есть и будет, поэтому давайте вместе с вами делать этот мир еще прекрасней, созидать, творить, делать людей успешными, любимыми, красивыми и здоровыми. Как вам такая идея и какие есть ко мне вопросы? вопросы, предложения, супер идея, спасибо. Я понимаю, что не всем сейчас удобно включить микрофон, я обещала организовать, боже, я даже вложу, я обещала меня просто не остановить, если я могу говорить, теме, одна из моих любимых, тем, я могу часами про нее говорить, поэтому я обещала 30 минут, на 8 минут я уже не держала вас. Давайте мы поступим следующим образом, я понимаю, что не всем удобно сейчас писать, не всем удобно включать микрофончики, вы напишите свои вопросы, напишите свои предложения, и благодарю вас, Елена, спасибо, и напишите как вы хорошо, да, пишите обязательно вопрос, как вы видите, как в вашей стране можно развивать данную программу с максимальным количеством людей и с максимальным результатом, чем спирлина, ой, мы это будем с вами практически ничем, мы с вами будем это разбирать на следующем вебинаре, потому что мне нужно вам форму показать спирулины, и та, и та водоросль, это просто чуть-чуть разные водоросли и состояние, не состояние, содержание белка различное и различное назначение в спирулине и в хлореле, и нельзя принимать спирулину и хлорелу одновременно, то есть в спирулине содержится больше количества белка, нежели в хлореле. Будет, будет, все будем с вами обязательно изучать. Очень интересный подназ. Благодарю вас. Давайте, я была рада с вами со всеми познакомиться, надеюсь, что в следующем эфире мы с вами познакомимся, вы включите свои камеры, правда, я не кусаюсь, я иногда бываю требовательна, но это только для результата, как мне в джереле говорят, что у меня хорошо получается давать волшебный пензель, материровать, это я тоже могу, но я не кусаюсь, я наоборот беру за руку и сопровождаю до конечной точки для максимального получения результата. Поэтому я вас очень всех прошу, я очень заинтересована, чтобы как можно больше людей сделать действительно красивее, здоровее, счастливее и успешнее. Это, поверьте мне, очень шикарный инструмент для нашего с вами построения бизнеса. Поэтому очень вас прошу, посидите, подумайте, набросайте, что бы хотелось получить, что можно сделать и какие ваши предложения, потому что я работала с другими странами и знаю, что в каждой стране есть свои отличия, есть свои нюансы. Поэтому для того, чтобы у меня была целостная картинка, я вас попрошу получить обратную связь. Хорошо? И я желаю всем хорошего выходного дня, любите, будьте любимы, созидайте, творите, и вытворяйте. И помните о том, что ограничения все только в нашей голове. Мы можем все, мы можем быть красивыми, молодыми, здоровыми, в комфортном месте, и мы можем достигать всего, чего мы только захотим, если это для нас экологично. Поэтому до новой встречи, всем пока-пока. Пока. Субтитры